МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас уроню, еще разобьется. Поэтому не роняю. СМЕХ Меня зовут Камила Хадикова, мне 14 лет. Я учусь в Бесландской школе ЦДО. Занимаюсь театральным искусством, рассказываю стихи. Танцами занимаюсь. Меня увлекают творческие профессии. Я хочу стать психологом в связи с тем, что я еще и изучаю психологию. Мне очень нравится это. Что это у тебя тут? О-о-о, мини-кюр, педикюр. СМЕХ Когда на одном из осмотров врача нам сказали, а вы знаете, что у вашего ребенка ДЦП? Это был день, который называют, все разделил на до и после. Было осознание того, что что-то как будто не со мной происходит. Было очень долго, года 3-4, наверное, неприятия. Почему именно я, почему именно мой ребенок? Почему другие в 4 годика ходят, а моя нет? И вот это постоянное сравнение себя с другими, оно, конечно, было очень болезненно и психологически давило. Потом я просто начала действовать. Действительно, ведь если я отвергаю эту трудность, я ведь не могу с ней ничего сделать. Вот с этого момента начался мой путь изучения себя, наверное, прежде всего, своих эмоций каких-то по отношению к трудностям. Другая энергия пошла. Появились силы искать пути, возможности, как изменить эту ситуацию. С большими трудностями я оформила квоту, уехала с ней на 2,5 месяца жить в институт имени Турнера. Там мы прошли комплекс операций, 7 операций у нас было на обоих тазобедренных суставов. Она по 8 месяцев находилась в гипсах. Очень тяжелая была первая операция. Я думала, если честно, что я потеряю ребенка. И после этой операции я больше ничего не боюсь, я могу точно сказать. 5 лет нам исполнилось в реанимации. Брат мой жил в Питере, и он в реанимацию нам привез шары, киндеры там. То есть даже эти моменты мы все старались проживать очень весело, ярко, потому что отчаиваться было некогда. Там, где я с папой. Это вот мы были в Анапе. Это мы тусим с дедом. Свои болезни я считаю особенности, потому что некоторым людям сложнее бывает, и я это понимаю. И я благодарна жизни, что у меня есть передвигаться, проявлять себя хотя бы вот так. Если я смогу уходить, я понимаю, что я не буду сталкиваться с такими трудностями, как сейчас. Если это произойдет, передо мной откроется больше возможностей. В физическом плане все-таки хочется больше свободы. Здесь все доктора боялись этого диагноза. Стала искать возможность вывезти ее за пределы республики. Мы умудрялись с ней даже на качелях кататься. Я ее сажала на себя. И давай. Мы были единственные, по-моему, кто вообще даже в любую непогоду мы выходили гулять. Ну, это Пушкин, да, это Санкт-Петербург, это такие красивые места. Мы за забором смотрели поляны подснежников, там на наших глазах это все расцветало. И настолько было много эмоций, мы вот во всем искали позитив с Камилой. Мы каждый день встаем, каждый день мы проходим какой-то путь, да, там реабилитация, массажи. Мы справляемся с болью, глотаем слезы, но это не значит, что остальная жизнь остановилась, и мы живем, и мы идем вперед. И даже оглядываясь назад, могу сказать, что и Камила, и я, и Костя, мы добились многого. Возможно, эти трудности, они даются тем, кто действительно сможет выдержать их, может справиться и, наоборот, вынести пользу из них. Пятый этаж – первая сложность, потому что мне приходится искать волонтеров, просить кого-то, чтобы выйти на кружки, куда-то погулять. Я сама всегда договариваюсь о каких-то кружках, сама ищу себе занятия в интернете. Звоню и договариваюсь, и потом ищу волонтера. Мне не хватает свободы передвижения. Слегурочка! Слегурочка, где ты? Здравствуйте, ребята! Пошли там и сказки играть. Не замокнутся ли нам на бельяма нашего шкаски? Предложение поставить на мой лучший метод. Необычный проект для вас, это в будущем. Давайте мы постепенно делаем. Первая задача у нас сейчас – разобраться с нашим спектаклем. Занятия в театре я, наверное, выбрала именно это, потому что я, как только первый раз сюда пришла, я почувствовала, что это какая-то маленькая семья, даже можно так сказать, потому что то, что происходит у нас там, как мы репетируем это все, как мы готовимся, это тоже очень важно для меня. Это очень ценный момент в моей жизни. Мы вместе, и нам это помогает очень сильно. В театральной истории я хочу выступать не только по Владикавказу, еще где-то по Кавказу, может быть, выезжать хотим. Такая идея вселенная в нее, что с ней все в порядке. Кривые деревца есть, прямые деревца есть, ивы, клены там, я не знаю, есть бульдоги, есть пекинесы. Ну, мы все люди разные, но это ее особенность, ну и что? Я решила, что она будет сильной, но сильной не в плане там будет воевать со всеми, а научится адаптироваться, чтобы она никогда не почувствовала, как другие в четырех стенах сидят и думают, почему это со мной происходит, и научится верить в себя больше, чем я в себя верила. Поэтому я решила, что у нее должна быть высокая самооценка. Иногда, кстати, я от этого сама страдаю. Ну, это плоды моих трудов, и я рада, что именно так все происходит. Пускай она будет сильнее, чем я, она моя улучшенная копия. Ты сегодня просто красавица. Знаю, знаю. Вот давайте представиться, какие бессмертные. Да знаю я кто-то, отойди. А, снежная королева. Проходишь, проходишь мимо нее и полубоком к ней. Ты тоже здесь. Каким-то ветром тебя занесло. И тебе неинтересно сразу на него. Дедушка Мороз. Что я говорю? Я ее поддерживаю во всем. И я не знаю, что она выберет. Она каждый день меняет свою идею. Я хочу в театре играть, может быть, мне во ВГИК поставить. Она мне вчера говорит. Я, говорит, может быть, именно по театральной пойду линии. А потом, может быть, и на танцы. Она настолько сама верит в то, что она будет танцевать. Ну, она, в принципе, учится этому сейчас на коляске. Но я-то знаю, что через пару лет она точно встанет на ноги. И я могу заручиться, что если она не сдастся, если у нее какие-то моменты, бывает, она сдается иногда, то она выберет именно то, в чем она сможет максимальную пользу принести и обществу. Потому что в ней есть вот этот момент быть полезной. И плюс еще она добьется, я знаю совершенно точно, что самых высоких результатов. Потому что она достигатор. Для того, чтобы начать передвигаться самой, я сейчас активно занимаюсь гимнастикой, растягиваюсь. Вроде бы успехи уже есть. Иногда вообще мне лень идти куда-то. Я еле с кровати сползаю иногда. Закрываю глаза, начинаю думать, что будет, если я там пойду, если мне это поможет. И мне это помогает очень сильно. Как психолог я думаю, что мечтать не нужно. Для меня цели. Главное, продвижения мало, когда это именно мечта. А когда ты это реализуешь в цель, это совершенно другое чувство внутри. ДЦП – это заболевание, когда нарушается нервная проводимость от головы к периферии. То есть от мозга к конечностям и обратно. Мозг не может контролировать, что делают руки, ноги и так далее. Но в нашем случае усугубилось все тем, что нет определенной системы, в которой бы эти дети адаптировались. Если нарабатывать навыки, каждый день трудиться, то можно выйти на то, чтобы вообще убрать этот диагноз. Нам сказали, что она может быть как-нибудь будет ходить. Это, возможно, для меня стало одним процентом возможностей. Но то, что видят окружающие мамы, с кем мы давно общаемся с детства, у кого-то тоже такие трудности. И они видят результат нашей работы с Камилой и с Костей. Они все удивляются. И они до конца не верят, что такое возможно. На сегодняшний день у нее нет таких функциональных нарушений, которые бы мешали ей ходить. Только в голове есть. Нужна реабилитация серьезная. Я нашла такой центр. Называется он центр «Три сестры». Стоит очень дорого реабилитация там. Но я сейчас занимаюсь как раз этим вопросом. Я пытаюсь заработать. И я знаю, что у меня получится. Может быть, не скоро, но я соберу эту сумму. И я сделаю все возможное для этого. Привет. Ты давно проснулась? Я имею в виду вообще... Когда я достигаю какой-то цели, я, честно сказать, ставлю цели выше. Потому что я понимаю, что я это могу. И цели выше нужно ставить. Может казаться, что не сможешь, если не попробовать. А когда пробуешь, уже понимаешь, что сможешь уже легче, уже спокойнее. И когда ты понимаешь, что ты достигнешь этой цели и пойдешь дальше, бывает легче. Когда мы уже поступили в школу, меня выбрали председателем родительского комитета детей-инвалидов, учащихся от центра дистанционного образования, где Камила учится. И мы пытались несколько раз вот даже медицинскую составляющую как-то внедрить в процесс обучения. Но это все не нашло поддержки. То есть я, например, бы проводила МЛФК по дистанционке. Вот они учатся, да? 40 минут человек просидел там после урока, и раз, учитель говорит, так, а теперь мы подняли ручки, а теперь мы там кулачки сжали, там зубки сжали. Они не знают, как с ними работать. Вот в этом направлении совершенно нет развития. Ну, открыли реабилитационный центр, все классические методы какие-то применяют, да, там парафинотерапия, ипотерапия, есть результаты хорошие. Но чтобы помочь человеку, у которого уже хорошие результаты, начать ходить и социально адаптироваться, вот этого нет. Это только, извините, 23 тысячи сутки, пожалуйста, в три сестры заплатите, и вас там научат. А чем мы хуже других регионов, я не понимаю. Я бы очень хотела организовать такое что-то, чтобы принести пользу не просто этим детям, которые так заперты, как бы, они все равно находят даже в каких-то мелочах радости. Если взять, например, их умные головы, которые в компьютерах разбираются обалденно, которые рисуют потрясающе, у нас такие дети есть в СДО, которые такие рисунки, у них просто вот, можно изучать каждый виток там вот этой кисти. В робототехнике там кто-то из них. То есть они достигаторы, они могут давать обществу гораздо лучшие результаты, чем многие здоровые люди. Камила научительница со школы начальной говорила, вот бы у меня дети, которые в классе, они бы на 10% были такими же активными, как Камила. И хотели бы столько же, хотя бы на 10%, сколько она хочет. Ближайшие цели у меня заняться своим проектом, который я готовлю сейчас. Мы хотим сделать такой проект, записать видео в разных местах стихотворения и выставить их в интернет. А так я хочу пробовать выступать где-нибудь со своими стихами. Бывает, что я пишу сама стихи, но обычно мне свои стихи не нравятся. Я обычно только читаю. Мне больше нравятся стихи о жизни. Цель у проекта – побудить других людей не сидеть дома. У меня тоже было такое, что я не хотела вообще ничего. До того, как я начала этим всем заниматься, я потеряла человека, дедушку своего. Я вообще опустила руки, мне не хотелось ничего. Но потом я вспомнила, он всегда хотел, чтобы я была на первом месте всегда. Я начала делать все для того, чтобы стать, как он хотел. Я все-таки хотела как-то его ожидания оправдать. В первую очередь выходить на улицу, хотеть вообще что-то делать. Сейчас у меня цель появилась – вытащить других людей из такой сложной обстановки. Побудить к чему-то как можно больше людей сделать счастливыми, можно так сказать. Когда вот эти детки вместе собираются, у них такие веселые вечера бывают. То есть они вот прям развлекают друг друга. Это так круто вот находиться с ними вместе. Я бы хотела, чтобы где-то было место, где их собирать всех. Как будто вот они ко мне в гости пришли. Почему я не хочу обращаться в социальные службы какие-то? Я увидела, что все фонды, которые занимаются этим, все организации, которые гранты получают, они на несколько часов рассчитаны. Да, они дают колоссальные возможности проявлять себя и так далее. Но вся остальная жизнь-то не решается. Если человек заболел, он не пошел пару раз туда, он уже выпадает из этого. Я думаю, что как детский сад, как школа какая-то или место, где может быть отбушено у них. Чтобы у них были там спортивные снаряды. Есть разные способы, как их растормошить и дать им жизнь. Ну ничего, ничего, вот сейчас ко мне баба Игарский кимор явится на помощь. Вот тогда и поглядим. Вот, я уже их слышу. Сколько народу собралось? Мы не опоздали? Ну ты сегодня просто красавица. Да знаю, знаю. Но все равно спасибо. Еще у меня есть в мыслях такой проект. Центр для людей с ограниченными возможностями. Я хотела как-то облегчить их жизнь, чтобы кружки все в одном месте были. И так как у нас в городе нет особо для них кружков, занятий, я хотела, чтобы в моем центре можно было заняться всем, чего душа хочет. Было такой момент, когда я даже плакала ночью. Я говорила, мам, как я сильно хочу этот центр сделать. У меня прям картинка в голове была. Я верю в то, что у нас это получится, потому что это очень нужно. И желание есть огромное, поэтому это точно получится. И я в это очень верю. Откуда у меня берутся силы? Наверное, это от мамы. У меня мама очень сильная. И я точно знаю, что если бы не она, я бы не справилась. Когда родились детки, они же у меня двойняшки, все, что касалось ухода за ними, она взяла на себя. И я, наверное, никогда не смогу ей вернуть этот долг, потому что помимо того, что она дала мне жизнь, она еще стала моим крылом единственным, которое в любой самой сложной ситуации оказывалось рядом. Я ее очень люблю. И это мой свет в конце тоннеля и моя поддержка. Если бы не было семьи, я даже не знаю. Это очень большой источник энергии. Никогда они мне не дали усомниться в том, что у меня что-то не получится. Наверное, это больше всего меня побуждало к действию еще сильнее. На самом деле я очень благодарна им за то, что они помогают мне осуществлять в жизни свои цели, мечты. Она другая, королева снежная, ранимая и нежная. Она согреет души наши грешные волшебными надеждами. И ты тогда поймешь, что сказка — это ложь. Она другая, королева снежная. Я глубоко верю в то, что в каждом человеке живет Всевышний, высшая сила, которая нам дает возможность утром делать вздох, которая поднимает солнце по утрам, которая дает нам возможность жить, предоставляет нам время в этом мире. И то, как использовать это время, как находить себе эту силу, это только мы можем сами. Каждый сам. Даже такие люди с ограниченными возможностями, эта особенность им дает какие-то особые возможности, то, чего не могут другие люди. А некоторые думают, что это их трудность, сложность очень большая. Я иду к тому, чтобы таких людей было бы меньше. Все-таки я, как психолог, считаю, что мы в силе это сделать. Мы можем это сделать. Моя бабушка была самой старшей из сестер, братьев. И она проявляла столько заботы всегда по отношению к своим младшим. Ее уже очень давно нет в этом мире. Но я ее все время чувствую. Я помню, она тоже очень сложную жизнь прожила. И я помню, с какой добротой, с какой верой она зажигала эти свечки и молилась. Каждый день в обед мы молились за то, чтобы все было хорошо. И я бы хотела, чтобы в моей жизни было так же. Несмотря на все трудности, несмотря на то, что нас окружает, чтобы наша вера, вот эта свечка внутри, она не гасла. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Не цепляйтесь за прошлое, Не живите обидами, Вспоминайте хорошее И друзьям не завидуйте Все, что небом вам послано, Принимайте как должное. Все, что сделано, к лучшему. Как бы ни было сложно, На судьбу не ропщите. Каждый миг будьте счастливы И других не судите За их слабости частые. Будьте нежными, смелыми. Как же просто жить радостно. Восхищайтесь закатами И влюбляйтесь всей страстью В свою жизнь полосатую. Ура! Ура! Субтитры создавал DimaTorzok